Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня выпуски. Специалисты информационной службы Skyway с помощью компьютерной графики показали, как будет выглядеть юникар на улицах Минска. Информационная служба Skyway подготовила статью для бортового журнала On Air авиакомпании Belavia о видах транспорта, которые не вредят окружающей среде. Генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» рассказал корреспонденту журнала «Звезда» о программе освоения космоса Spaceway. 5 декабря 2019 года в 23 часа 59 минут по московскому времени компания Skyway перейдет на новый этап развития 14.1. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 26 октября султан бин Мухаммед Аль-Касими благословил начало эксплуатации струнного транспорта в Шарджа. С этого дня для Арабских Эмиратов технологии Skyway стали реальностью. Специалисты информационной службы Skyway представили, как будет выглядеть юникар в столице Беларуси. С помощью компьютерной графики на улицах Минска разместили системы струнного транспорта. Посмотреть визуализацию Skyway в столице Беларуси вы можете на нашем сайте в разделе новости. На сегодняшний день самолет самый безопасный способ путешествий. Несмотря на это, количество авиаперелетов скоро уменьшится. Новый экологический налог заставит компании ограничить свою деятельность. Если авиатранспорта станет меньше, то ему на смену придут другие виды путешествий. О них специалисты Skyway рассказали в новом номере журнала On Air авиакомпании Белавиа. Авторы статьи показали плюсы и минусы перспективных видов передвижения. Автобусов на биотопливе, транспорта на магнитной подушке и вакуумных поездов. Не остались без внимания и транспортные технологии Skyway. Авторы отметили их высокую пропускную способность, безопасность и экологичность. Чтобы узнать больше об экологичных способах путешествий, читайте полную версию статьи на нашем сайте. В интервью белорусскому изданию «Звезда» Анатолий Юницкий рассказал о программе безракетного освоения ближнего космоса Spaceway. Автор технологии струнного транспорта детально рассмотрел устройства космической станции и жилых модулей Экокосмодома. По словам главного конструктора ЗАО «Струнные технологии», в орбитальном комплексе будет восстановлена земная биосфера. Для этого на Земле создадут действующий прототип Экокосмодома, который станет банком для необходимых представителей растительного и животного мира. Подробнее об устройстве Экокосмодома и программе Spaceway читайте в полной версии статьи на нашем сайте в разделе «Новости». Группа компаний Skyway объявляет о завершении тринадцатого этапа развития и переходе на новый этап 5 декабря 2019 года в 23.59 по московскому времени. Четырнадцатый этап будет также разделен на несколько подэтапов, чтобы снижение дисконта происходило постепенно. Так компания предоставит возможность инвесторам гибко планировать свою инвестиционную стратегию. Переход на новый этап стал возможен благодаря достижениям 2019 года. За время тринадцатого этапа в работу компания внедрена индустрия 4.0, которая помогла интегрировать в производство современные киберфизические системы. Skyway стал экспертом программы Sustainable Development Goals, принятой ООН в 2000 году. Также в этом году были испытаны системы электроснабжения, зарядки и элементы автокосъема с путевой структуры. Завершено строительство грузового транспортного комплекса в экотехнопарке. Начались испытания высокоскоростного юнибуса. Разработаны новые системы в области безопасности, автоматических систем управления, оснастки и строительного оборудования. Читайте подробности этих и других достижений тринадцатого этапа на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.